Всем добрый вечер. Сегодня такое событие произошло. Я не могу о нем не рассказать вам, не поделиться. Сегодня я первый раз бегал вот в таких кроссовках. HOKA Oneona Rincon 2 в цвете Одиссей. HOKA Oneona это американская фирма с французскими корнями. Пускай это такие кроссовочки. Я давно на них заглядывался. В общем, почему Oneona? В общем-то это переводится как лететь над землей. Слоган. Но вот на коробке у них слоган почему-то. И вот тут вот на ботинке Time to fly. Время летать. Не знаю с чем это связано, но в общем дело не в этом. Идея купить эти кроссовки, в общем, я их видел раньше. Они появились около трех лет назад. Я на них ходил, смотрел. Меня смущала вот эта вот такая вот громоздкая пятка у них. В общем, не решался я подходить. Но в том году, уже в конце осени, я не смог добежать марафон. Была погода минус там минус 3 минус 4 градуса. Был снег, местами было скользко. Я бежал в карбоновых кроссовках с карбоновыми вставками. В общем, у меня, ну, вот сами ступни у ног до того забились, что я, в общем-то, сошел порядка на 35-м километре. Я не добежал марафон. И после этого я, в общем-то, задумался, что реально надо что-то менять в этом деле. Надо искать какую-то обувь уже. То есть, с возрастом уже, ну, ноги меняются. И, в общем-то, сил у нас не прибавляется энергии. Я, в общем-то, опять задумался об этих кроссовках. Я спрашивал, у кого они есть. У наших ребят Арзамасских есть. Спрашивал у друзей моих, вот, из других городов. В общем-то, и вот я пришел вот именно к этим кроссовкам. Вот. Я их купил еще в том году, но я в них не бегал. Я их взял именно для того, чтобы бегать с марафона, полмарафона, в общем, длинные дистанции, длинные дистанции по асфальту. Вот, чем я могу сравнить? Вот основные кроссовки, в которых сейчас бегают тренировки, это вот эти вот зуд. Конечно, вот по весу, естественно, два раза легче вот этих вот моих зудов, хотя тоже подошва такая высокая. Несмотря на высокую подошву, заявлен перепад всего 5 миллиметров. В общем, ладно о кроссовках. Я сегодня их одел, потому что тридцатого забег будет. У нас в нижнем он называется Беги-Герой. Мне обижать полумарафон. Надо было раньше, конечно, попробовать, но я тут все тянул, тянул. Нет, нет. Вот и дотянулся, что вот сегодня попробовал, ты их почистил. Вот они очистились. Ну, как почистил, помыл. Вот. Сейчас высушу, они еще мокрые. Высушу их, возьму их с собой, бегу. Первое ощущение. В общем, я их взял на пол размера больше. Вот. Ну, потому что длинные дистанции, ноги все натикают. Я взял, в общем-то, я об этом не жалею. Выбежал я из дома, я бегаю прямо из дома. Первое впечатление, что я, в общем-то, наступаю как вот в такую какую-то вот в мягкую резину. То есть я наступаю, у меня нога полностью проваливается. Конечно, амортизация хорошая. Вот прямо вот как вот я раз наступил и ввалился. И первые около трех километров у меня было такое ощущение, что я вот прям... Ну, и потом он остался, только я к нему привык. Амортизация хорошая, но очень мягкая. То есть кто бежит, например, быстрее, чем четыре минуты на километр, тем эти кроссовки, наверное, не подойдут. Они будут просто вязнуть в них. Вот. Далее. В них мне кажется, что я бегу на пятку. Хотя я бегу с носка. Но вот, видимо, ощущение-то этой мягкости. Я вот не чувствую или что-то. То есть я это... Как вот бегу на пятку. Первые три километра, там три с половиной, я бегу по асфальту, бегу до лесу. Потом я бегаю в лесу. По грунту мне очень понравится, когда они бегут. Вот прямо вот изумительно. С гор я вот со спусков накатываю в них. Даже вот я там не боюсь. Я даже не оттормаживаюсь. Очень понравились мне эти кроссовки. Вот именно на грунте. Но когда бежал обратно, понравились, конечно, они тоже. Понравились своей легкостью. В принципе, у них подошва пена, резиновых накладок минимальная, чтобы пена это не терлась. Здесь и здесь. И, в общем-то, тханя, она прям вся прозрачная. Вот если мы посмотрим, вот на лампу, она прям ее нет. Вот какая-то сетка. И сетка, и какая-то вот тут прослойка. Больше вообще ничего нет. Вот. Шнурки длинные, конечно. Шнурки я завязываю. Вот тут сшито, сшито все прошито. Вот. Вот только из таких вот прибамбасов скоба вот это. Но я не знаю для чего. Вот вешать, сушить, типа одевать. Но я как-то не одеваю. Пятка практически не жесткая. Только вот тут это жесткая. В общем, такие двоякие ощущения. Ну, в общем, ноге комфортно. Никаких дискомфортных ощущений я не испытывал. Как вот в этих кроссовках, в которых после четвертого километра, когда я бегал, у меня начинала засекать вот эта часть стопы. Затекала прямо. В этих ничего я не испытал. Мне они очень понравились. Но, конечно, ощущения от бега другие. Иногда вот бывает, как вот топовые лыжи, там топовые кроссовки. Вот их купишь. Ты купил и думаешь, ну, сейчас вот я их одену. Сейчас я дам жару. Сейчас я побегу. Но нет. Не на топовых лыжах, не в топовых кроссовках. Нет такого ощущения, что как форсаж включил и улетел. Нет. Кроссовки хорошие. Кроссовки мягкие. И как раз реально, наверное, вот для такого бега. Для неспешного бега, для длинных дистанций, для асфальта. Чтобы сберечь свои ноги. В общем, понравились мне эти кроссовки. Покупайте, бегайте, пробуйте. Я в воскресенье в них пику полумарафон. Кому интересно, напишу, как пробежал, какие ощущения. Вот я сегодня пробежал у них около 13 километров. Я больше не решился бежать. Потому что еще завтра тренировка. Потом у меня там выходной, наверное, 1 или 2. И я уже пику полумарафон. А после горного бега, после соревнований в воскресенье, еще не полностью восстановился. В общем, кроссовки я рекомендую. Кроссовки мне понравились. Тем более, я их брал еще за цену. Мне покупал их в магазине, в Москве, в интернет-магазине. Мне сделали хорошую скидку по дню рождения. В общем-то, они мне вышли по цене 7 490 рублей, наверное. Сейчас уже таких цен нет. Вот. Так что рекомендовать не буду. Скажу только, что кроссовки хорошие. Покупайте, не пожалеете.